И здравствуй, товарищи, с вами снова Сет, и мы продолжаем проходить Fallout 3. Остановились мы вот у этой лестницы, лестница Old Olney, подземные помещения. Ну что ж, DLC Broken Steel, посмотрим, посмотрим, как будут развиваться события в этом DLC, может быть мне даже понравится и... Гладко-кошек. Отлично, Гули, ненавижу Гули. Я еще сел вы в установке Old Olney. Когти смерти, черт. Если там были когти смерти, я бы тут не было, верно? Ладно, хрен с вами. Вы че? Хрен, я не понял ничего. Ладно, короче, насколько я понял, там когти смерти. Блин, когти смерти это единственное, кого я боюсь. Ну как боюсь? Боюсь, это громко, конечно, сказано. При нормальном количестве стимуляторов тут вообще никто не страшен. Но все-таки когти смерти меня репанули в тот раз. Первый раз в игре. У Гули у этих какие-то глаза красные у всех. Не знаю, зачем я его скинул, может я просто... Дебил. Коннели. Отпусти. Ну, ну кто-то ведь их убил. Когти смерти, ну и где они теперь? Я, если честно, лучше бы с Анклавом посражался, потому что... Ну, Анклав это как ватные мальчики. Это все равно, что бурати напинать. Он вроде бы деревянный, но такой хрупкий. Вот и они вроде бы в силовой броне, но такие никчемные. Что здесь, просто так что ли эти? Просто так. С таким же успехом могли бы просто прямой коридор... Сделать. Я чуть не обоссался. Ну, давай, коготь смерти. Главное, чтобы он атаковал не меня. Первый раз. Тогда у меня будет возможность не получать от него урон. Вот видите, я не получил урон, а... А на нее насрать. Когти смерти. Это был местный дворник, я так понимаю. Он такой мусор скидывал туда. А я пришел и все испортил. Но я помогу ему. Вот. И вот еще кость. Все. Теперь никто не заметит, что он не убрался. Что у нас тут есть? Телевизор и... Психа. Я еще ни разу наркотики не принимал в этой игре. Ну, правда, я и в Невегасе только один раз принимал. А когда... Из братства стали убегал, когда я активировал там... Самоуничтожение. Потому что они меня просто распотрошили там в хлам. Зато здесь я нападал, когда на братство стали уровненные. В восьмом, наверное. Мы их вынесли втроем. Причем... Вот она помогала убивать своих сородичей. Паладин Кросс. То есть... Вроде бы с ней можно... Это... Вести дела только с хорошей кармой. И она говорит, если у тебя будет плохая карма, я тебя брошу нафиг. Ну и как это будет выглядеть? То есть... Она помогла мне истребить все братство стали. А потом... Мы такие... Она такая... Последнему чуваку суперкувалдой... Я по кругу прошел, твою мать. Суперкувалдой. Последнему чуваку... Там, к какому-нибудь рыцарю. Пробивает бошку. А отсюда я пришел. Бой заканчивается, и она мне говорит... Извини, но ты вел себя слишком плохо, и я не могу с тобой больше путешествовать. Потому что мы убили слишком много членов братства стали. Но это она их убила, не я. То есть... Я мог бы вообще не участвовать. Так, ну, по крайней мере... Он промазал. Это, конечно, не слендер. Ты че, чувак? У тебя перка алмазной кости есть? Нет, у меня есть. Вот не вытепывайся. Ну, он называется не алмазной кости. Ну, вы поняли. Алмазная кирка, все дела. Прямиком из Майнкрафта. Что же тут делать-то вниз? Что это было? А, мины. Всякие мины тут. Я даже не заметил. Суперкувалда, смотрите-ка. Блин, суперкувалда, это, по-моему, самое лучшее оружие ближнего боя, если я не ошибаюсь. Но в Нью-Вегасе, во всяком случае, я круче суперкувалды для ближнего боя не видел. И она доступна уже хрен знает сколько, я не знаю. Очень давно она у меня уже появилась. Ну, не у меня, а у этих. На пустошах. То есть, если бы я выбрал холодное оружие, то я бы уже давно ходил с клевой пушкой, которую постоянно можно чинить. Спасибо мне за компанию. Мы прошли по кругу опять. Да, нет, наверное, хоть... Тут все такое однообразное, развалины эти... Да. Твою мать, но... Ну, куда же нам идти? Может сюда? Да, я ж только что отсюда поднялся. Блин, долбанное разрушенное здание, хуже чем... Холокост. Да, плохо я знаком с Холокостом, как вы понимаете. Вот, мина. Кому какое дело? Один стимулятор, и все, норм. Так. Вижу. Двух. А, это не коготь смерти, но... А, нет, это тоже коготь смерти. Ну, смотрите, он же даже... Не дошел практически. Да, пластмин и винтовки творят чудеса. Чё-то их тут много. Раз, два, три, четыре, пять. Чё у нас тут? Любительская рация. Святая сила пронесло. Святая корова пронесло, ты хотела сказать. А, вернее, так как мы в мире Fallout, то Святой Бромин пронесло. Тут у нас чё? Револьвер, чтобы застрелиться. О, аптечка. Первая помощь, между прочим. С грязной водой и... Заколкой. Что у них за мода? Я не знаю, по-моему, линейка в аптечке первой помощи будет и то более полезной вещью, чем заколка. Линейкой хоть можно затянуть жгут. А заколкой что ты сделаешь? Заколкой можно открыть дверь. Но как это сочетается с аптечкой первой помощи, это мне непонятно. Сламывай давай. Хм. Странно. Давайте посмотрим, что там. Но обязательно открывать на себя. Что это, просто комната? Ну блин, если тут нет силовой перчатки, то она абсолютно бесполезна. Китайский автомат. Кому понадобится китайский автомат? Если учитывать то, что это DLC проходится после сюжетной линии. По сюжетной линии вас как минимум берут в братство. И у вас как минимум до хрена брони вот такой вот тесловской. Да даже если не тесловской, а простой брони анклава. Кому нафиг этот китайский автомат сдастся? И револьвер. С прицелом. Может тут что запрятан? Нет, тут только... Блин. Логованы... Логованы-богованы. Чудо. Блин, ну слишком долго. Как-то нудно. Поэтому... Шарись тут. Уже по вотсплее. Грузовичок с ядерколой. Прикольно. Патроны. Мины. Хрень от унитаза. А, это пылесос. Не знаю, как они им пылесосят. По-моему, совершенно непродуктивный пылесос. Ладно, давайте побыстрее найдем отсюда выход. Я чувствую то, что я перчаточку так и не найду себе. Никогда. Серьезно, я стимулятором перегрузился? Да вы шутите. Блин. Костюм ученого Анклава. На кой он мне вообще нужен? Плащ полковника до сих пор у меня. Зря я поднимал. Так, шлем Тесла. Очки действия он дает. Слушайте, может стоит его одеть? У меня, правда, харизма один всего будет. Но зато очков действия много. А что, она не одета, что ли, на мне? Шляпа с полями-то. Эх, давай, иди сюда. Черт, далековато. Вот если он бьет не меня, то они такие лапочки. Да все, он мертв, кончаю уже. Над трупом животных нехорошо издеваться, даже если это животное коготь смерти. Коготь смерти это вообще животное? Из кого вообще какой-то смерти появился во мне? То есть, это явно какой-то мутант. Но ведь должен же быть комплекс Уилсона. Должен же был этот мутант из кого-то появиться. Вот я что-то не представляю себе. Так, тут анклав. Слышите вертолеты? Я слышу. Тут анклав. Вертолеты, значит, анклав. Но анклав лучше, чем когти смерти, по крайней мере. Здорово, анклав. Тебя убить с двух или с трех? Нет, похоже, на него все четыре придется потратить. Нет, три. Да чтоб тебя за ногу через колено. Блин, выкинуть этот гатлинг лазер нафиг. Надо что-то выкинуть. Броню Тесла, например. Блин, она у меня вся раздолбанная уже. Была полностью целая. Су-25. Теперь она бесполезная довольно-таки. Лучше уж прайдовскую силовую броню одеть. Как быстро ломается броня Тесла, слушайте. Ну, правда, меня когти смерти фигачили. Куда ты пошла? Куда ты пошла? Кровожадная какая. Но убью его все равно я. Ну, так как отлетела башка, скорее всего, это была телка. Прям не знаю, что взять. У нее столько всего, но нету элементарной перчаточки. Я вас, наверное, заколупал уже ныть про эти перчаточки, да? Я все ною и ною, что у меня нет перчаточек. Ай. Ну, я думаю, они убьют одного солдата. Сейф простой. Я его даже сам сломаю. Ну, у меня восприятие где-то минус пять, так что неудивительно, что... Ну, простой сейф означает, что ничего путнего там не лежит, естественно. Да, лишь это я... Тут кто-то был, как мы можем наблюдать. И теперь там его нет. Ах, ты с огнеметом спрятался. Десантник Анклава. Вот таких вот я еще не встречал. Это, похоже, самые крутые. А что у них за броня такая уродливая такая? Ну, если она хорошая, то ее, скорее всего, ждет ретекстур. Десантник Анклава. Броня Анклава гиенна. Сопротивление огню. Сила, сопротивление радиации. А-а-а... Сила плюс один. Ну, а чем она хорошая-то? Это ничем. Шлем. Харизма минус один. А, не, говно. Чисто то, что... Что чисто то, что? Чисто то, что... Убиваются они дольше. Ну, блин, это неудивительно. Странно, что я вообще с этим кастетом... Вообще хоть кого-то убиваю. Блин, это слишком долго. Ну, вот и что мне теперь? Добыть трансформатор Тесла. Ну, что ж, хорошо. Я думаю, мы добудем его в следующей части летсплея, да? Этот получился слишком долгий и однообразный. Но, тем не менее, если он вам понравился, или может быть какое-то другое видео на канале, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Помогите развитию моего проекта. С вами был Сэт. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok